Всех приветствую на своем канале. В этом видеоуроке я хотела бы вам показать, как сделать вот такую замечательную сладкую парочку. Можно ее также в качестве подарка использовать, надеть святого Валентина своим любимым. Друзьям, влюбленным, также своему любимому можно сделать такой вот замечательный подарочек в качестве брелка на ключи, либо ребеночку на рюкзачок. В общем, где хотите, в принципе, там и используйте, где позволит ваша фантазия. На вот эти два милых совенка я использовала небольшие остаточки пряжи. Вы можете брать любые цвета. Я, допустим, взяла нежно-розовый, нежно-голубой. Можете брать вообще абсолютно различные кусочки ниточек, то есть хотите зеленый с красным. Ну, в общем, как позволяет вам ваша фантазия. В общем, как вы видите. Здесь я использовала небольшие кусочки петра. Сделала вот такие замечательные сердечки. Кусочек ленточки сделала бантик. В общем, кому понравилось, мы начинаем вязать. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла остаточки бебегула розового-голубого цвета, беленького для глазок. Для клювика взяла вежевенький цвет. В качестве наполнителя я буду использовать обычную вату истерин. Теперь, в качестве украшения для своей солушки, для девочки, я сделала небольшую такую с ленточки бантик небольшой. Затем вырезала из фетра сердечко. Хотите, этого в принципе не делайте. Но так как я специально для Дня Святого Валентина делаю, то мне нужно это сердечко. Хотите, просто вырежете из красной ткани. Затем для глазок я для именно зрачков взяла две черные бисеринки. Для одного и, соответственно, для двух вам понадобится четыре черные бисеринки. Затем, еще можете приобрести в магазине специальный вот такой шнурочек с карабинчиком. Но, честно говоря, я не стала в принципе заморачиваться сильно, поэтому я взяла вот такой вот небольшой шнурочек. Первоначально, ну предварительно, я вам советую подпалить немножечко кончики, чтобы он не распускался. Это обычный шнурочек. В принципе, наверное, вот эти шнурочки, я предполагаю, делают из такого. Ну, он у меня был с плетения, поэтому я как бы буду использовать его. И нам понадобится иголочка для пришивания глазок и вот разных вот этих вот моих деталек. Также понадобится нам крючочек. Я взяла, он у меня один. С двух сторон разные номера. Большой, я предполагаю, у меня больше, который по размеру пряжи, это двоечка. И с другой стороны у меня где-то полтора, один, может быть, и два. В общем, немного поменьше. Почему я предлагаю вам взять именно два номера крючка? Для того, чтобы сделать кружочек для глазок более тоньше повязки. И ножнички для обрезания кончиков. Итак, мы начинаем. Так как я буду вязать девочку начинать, то я беру розовую ниточку. И крючок, который немножечко толще. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и в кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем колечко, придерживаем петелечку, которая у нас на крючке. Теперь в следующем ряду мы будем делать прибавки в каждую петельку по 2 столбика без накида. И в конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида, либо 12 петелечек. Каждую будем делать по 2 столбика. Я буду сразу считать. Итак, первые 2 я сделала. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последняя прибавочка. 11, 12. Теперь, в следующем ряду нам нужно сделать снова 6 прибавочек. Но сейчас мы будем черездавать столбик без накида в следующую петелечку прибавочка. То есть 2 столбика без накида. И я буду сразу считать. У нас должно получиться 18 столбиков без накида. 3 мы провязали, затем 4 прибавочка. 5, 6, столбик 7, прибавочка 8, 9, столбик без накида 10, прибавочка 11, 12, столбик 13, прибавочка 14, 15, столбик 16. И последняя прибавочка 17 и 18. Для того, чтобы не путаться, я вам предлагаю вот этот кончик при набирании кольцами буруми вот здесь поставить начало ряда. Теперь нам нужно сделать еще прибавочки. Смотрите, мы теперь будем чередовать 2 столбика без накида поочередно и 3 столбик прибавочка. Вот, 3, 4. Теперь снова 1 столбик, 2 столбик, прибавочка 3 и 4. Теперь снова 1 столбик, 2 столбик, теперь прибавочка 3 и 4. 1 столбик, 2 столбик, прибавочка 3 и 4. 1 столбик, 2 столбик, прибавочка 3 и 4. В конце ряда у вас получилось 24 столбика, либо 24 петелечки. Теперь мы сделаем еще 6 прибавочек в ряду, но будем уже чередовать 3 столбика поочередности без накида и в 4 столбик делать прибавочку. Итак, 3 я провязала столбика, 4 прибавочка. Снова 1, 2 и 3. 4 прибавочка. 1, 2, 3. 4 прибавочка. 1, 2. Снова 1 столбик без накида, 2, 3 и 3 прибавочка. 1, 2. 1 столбик без накида, 2, 3, 3 балочка. 1 столбик без накида, 3, 3 и 3 балочка. В конце ряда у нас получилось 30 столбиков без накида. Эти 30 столбиков в следующем ряду нужно провязать просто без прибавок различных, убавочек. В общем, провязывайте от начала ряда 30 столбиков без накида. Провязали 30 столбиков без накида и я вам предлагаю эту ниточку обрезать. Сейчас мы положим ее в начало ряда в качестве маркера. То есть вот так вот отметим начало ряда. И теперь мы будем делать в этом ряду, он получается у нас по счету седьмой, будем делать убавочки. Как мы будем делать? Смотрите, сейчас мы провяжем 3 столбика без накида, просто в каждый столбик по столбику, в каждую петелечку. И теперь будем делать убавления. Смотрите, берем за переднюю стенку 2 первых, вот так вот, как полустолбика. Теперь протягиваем вот так вот петелечку сквозь них и сквозь 2 петелечки протягиваем еще одну. Таким образом мы сделали 1 убавку. Теперь снова 1, 2 и 3 петелечку провязываем в столбик без накида. 2, 3. Теперь снова убавочка. 2 первых полустолбика захватываем за переднюю стеночку, протягиваем ниточку и сквозь 2 петелечки снова протягиваем ниточку. Теперь опять 1, 2 и 3 убавления делаем. Первые 2 полустолбика захватываем сквозь них петелечку и сквозь 2 петелечки снова делаем петлю. Теперь снова 1, 2, 3 и снова убавление. Два полустолбика берем, протягиваем сквозь ниточку и сквозь две петелечки протягиваем. Теперь снова 1, 2 и 3. Снова делаем убавление. 1, 2 и 3, последнее делаем убавление. Два полустолбика за переднюю стеночку, протягиваем сквозь ниточку и еще раз. Смотрите, таким образом мы в этом ряду убавили 6 петелечек. Теперь, что мы делаем, смотрите, сейчас получается мы провязали седьмой ряд, восьмой, девятый и десятый нам нужно провязать просто столбиками без накида. То есть, смотрите, у нас сейчас на наших столбиках, в общем, наших петелечек 24. То есть, 24, если мы умножим на 3 ряда, у нас получается 72 столбика без накида. Вот сейчас можете просто маркером отметить вот так вот начало ряда и провязать 3 ряда по 24 столбика без накида. Либо просто, начиная от первого столбика, считайте 1, 2, 3, 4 и так далее, пока не провяжете 72 столбика без накида, без прибавлений и убавлений. После того, как провязали 3 ряда нашими столбиками, ложим снова ниточку-маркер в начало ряда и будем снова делать 6 убавлений в ряду. Но сейчас мы будем чередовать 2 столбика без накида, затем убавлочка. Тоже делаем за передние стеночки, продеваем вот так вот петелечку и через 2 снова одну. Теперь снова 2 столбика без накида, убавочка, 2 полустолбика и через 2 продеваем петлю. Почему я делаю, в принципе, есть еще способ. Смотрите, вы просто 2 столбика провязываете в одну петлю. Но, честно говоря, мне нравится этот способ, потому что он как бы идет как тайное такое убавление. Нет рубчиков по убавлению. И именно вот этот способ, честно говоря, я использую в своих игрушках, если вяжу игрушки амигурины. И вам советую именно этот способ. И снова вот 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, убавочка. Так делаем 6 раз. Так как вы отмечаете ряд маркером, либо, как я вам еще раз повторюсь, ниточкой вот этой нашей, то вам будет легко и просто увидеть, где у вас начало ряда, где у вас, так сказать, конец ряда. И вот я делаю последнее убавление. Сейчас у меня осталось на моем кружочке 18 петелечек после 6 убавлений. У нас было 24. Теперь я снова сократила 6, и у нас 18 по кругу. Теперь вот этот ряд мы провяжем. Он у нас получается уже 12 по счету. Мы провяжем столбиками без накида наши 18 петелечек. Для этого снова ставим наш маркер в начало ряда. Ниточку такую. И провязываем 1 столбик, 2 столбик. Итак, 18 столбиков до конца ряда у вас должно получиться. Закончив наш ряд, мы снова в этом ряду, в 13-м, уже теперь сделаем снова убавки. Но будем чередовать. Сначала провяжем столбик без накида, затем убавка. Столбик без накида, убавка. Убавки делаем так, как и в предыдущих рядах. За первые 2 полупетли. И провязываем столбик. Теперь снова столбик, убавка. Столбик, убавка. И так мы снова убавим 6 петелечек. И в конце ряда у вас должно получиться уже 12 петелек, либо 12 столбиков без накида. Делаем таким образом, снова до конца ряда, очередуем. Столбик без накида. Убавка за 2 полустолбика, 2 полупетелечки столбика. Столбик. И последнее убавление. Вот, провязали мы. У нас теперь 12 столбиков без накида. Теперь вытягиваем немножечко нашу петелечку. Вытягиваем ниточку с маркером. И берем наш наполнитель. В данном случае я беру простую варту. И набиваем нашу голову, так сказать. Крючком я помогаю вот так вот. Набиваю. Но набивайте не слишком плотно. Почему? Потому что у вас получится простой шарик. А у нас должна получиться голова совы. Набиваете наполнителем. Хотите, можете взять другой, любой наполнитель. Синтикон, в общем. Ну, то есть, у кого что есть. Хотите специальный наполнитель, используйте для игрушек, который используют. Ну, честно говоря, это как бы, ну, так как мы вяжем простой, так скажем, брелочек, то я не думаю, что здесь надо какой-то там гипоаллергенный использовать, наполнитель и так далее. Вот, еще возьму немножечко маточки. И будем заканчивать нашу голову. Вот, я наполнила голову. Как вы видите, она немножечко сверху такая, даже слегка приплюснутая. Теперь снова вставляем петельку в крючок. И каким образом мы заканчиваем? Смотрите, берем с одной стороны петельку и с другой стороны. Протягиваем вот так вот у нас на крючке две петелечки. Одну сквозь вторую вот так вот продели. Протянули, так скажем. Теперь снова с одной стороны петелька, с другой. Сквозь них еще одна петелька. Протянули. Как бы вот такими протяжками, с двух сторон, вот так вот постепенно захватывая петельки, мы закрываем. То есть, как бы сшиваем таким образом две стороны головы. И последняя вот здесь вот я в одну петелечку протяну. И вот так вот вытягиваю. Смотрите, еще раз сделала воздушную петлю и вытянула ниточку. Ниточку вот так вот. Теперь обрезаю свою ниточку. Что у меня получилось? Смотрите, вот такая как бы голова. Теперь у нас осталось два вот таких вот как бы треугольничка, так скажем, уголочка. Здесь мы будем крепить наши ушки. Каким образом мы делаем? Смотрите, берем вот такими вот отрезочками небольшими. Вот так вот я беру три и четыре. Я думаю, в принципе, более чем достаточно. Обрезаю. И еще раз таким образом делаю приблизительные длины. Две, три и четыре шнурочек. И обрезаю ниточку. Теперь, смотрите, уголочек наш, вот здесь вот как бы, вот мы заканчивали. В уголочек нашей, вот где ниточка наше окончание, вводим крючок и продеваем все ниточки вот так вот с крючком сквозь вот это наше вязание уголка. У нас получается как бы такая, якобы, петелечка вот такая вот воздушная. Теперь берем, соединяем наши ниточки, все абсолютно, то есть даже та, которая как окончание была, итоговая ниточка. Мы захватываем их все и продеваем в эту петелечку. Теперь хорошо-хорошо закрепляем, то есть хотите даже поочередно, я советую вот так вот ниточки все вот так повытягивать. Почему? Потому что они тогда так плотнее садятся и держатся хорошо. Вот, каждую подкрепили. И точно так же делаем с другой стороны. Вводим крючок, берем наши ниточки, вторую часть. Вот так вот захватываем, делаем петелечку и сквозь эту петелечку собираем снова все ниточки, протягиваем вот так вот сквозь петельку и затягиваем хорошо нашу кисточку. Подтягиваем снова каждую ниточку кисточки, чтобы плотнее держалась аккуратненько. И теперь, смотрите, берем наши ножнички и обрезаем нужную длину, так как это девочка, я немножечко длиннее кончики оставлю. Делаем одинаковые. Вот так вот, смотрите. Вот у нас получается уже вот такая замечательная голова. Теперь, так как это девочка, я возьму либо иголочку, либо тонкую сторону крючка, самую-самую тонкую, ну или там тоненький крючок, и распушу вот эти кончики ниточек. То есть вот так вот, такими движениями обычными, беру ниточку, и вот эти наши косички из ниточки, скрученные, беру вот так вот и распушиваю. И получается якобы такие вот ушки с локами, так скажем. Вот, смотрите, вот так вот, видите, получаются такие как бы подкрученные кончики. Вот, я распушила кончики, наши ушки, так сказать, хвостики нашей совы, и теперь мы будем делать глазки. Для этого мы берем ниточку белого цвета и крючок, который потоньше. Делаем снова наше кольцо амигуруми. Вот так вот, закрепляем его петелечкой. И делаем снова шесть столбиков без накида в кольцо. Один, два, три, четыре, пять и шесть. Придерживаем петельку, стягиваем кольцо наше. Теперь в каждый столбик, в каждую петельку нашу, мы будем делать прибавочку. То есть в конце ряда у вас должно получиться двенадцать столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И последняя прибавочка, одиннадцать и двенадцать сюда же. Теперь делаем соединительный вот так вот столбик. Обрезаем нашу ниточку, оставляем для пришивания сантиметриков десять. Вытягиваете хорошо ниточку. Эту ниточку хорошо здесь закрепите с изнаночной стороны и обрежьте. Теперь, вот у нас получился соединительный столбик. Еще в следующий столбик возьмите вот так вот, введите крючок, как бы проденьте еще через следующий столбик. Для чего это? Для того, чтобы у вас не было сильно видно этого соединения. То есть трудоцельный кружочек. Таких кружочков вам нужно связать два. Затем, после того, как вы свяжете два кружочка, у нас будет вот так вот выглядеть глазки. Их нужно на небольшом расстоянии, буквально на миллиметрике, расстоянии пришить друг от друга. Вот так вот. После того, как вы пришьете и сделаете, провяжете два глазика, я вам покажу, что мы будем делать дальше. Пришивать глазики рекомендую вам противоположной часовой стрелке. Вот так вот, противоположно. Как бы в обратную сторону. Вот так вот. Не по часовой, а наоборот. Для того, чтобы петельки, стежки вот эти вот у вас ложились по петелькам. Вот, как вы видите, я пришила уже свои глазки. Вот, как бы вам так показать от цвета. Вот, пришила свои глазки. И, как вы видите, не хватает на них только наших бисеринок. Поэтому берем ниточку, вдеваем черную ниточку в иголочку и пришиваем наши бисериночки. Вот так вот. В таком положении, в каком вам нравится. Хотите, скосите немножечко глазки вот так вот бисериночки. Хотите, в ровном положении. В общем, как вам нравится. Пришиваете бисеринки и делаем дальше. Продолжаем. После того, как сделали глазки, пришили бисеринки, вдеваем ниточку коричневую в иголочку. Делаем узелочек. И сейчас будем вышивать наш клювик. То есть, вводите иголочку вот так вот между глазками. И начинаем как бы вышивать. Так вот, подтяните ниточку, чтобы у вас узелочек как максимум вошел в ваше вязание. То есть, чтобы его не сильно было видно. И начинаете вышивать. То есть, делаете пару стежков длинных между глазками. Вот так вот. Подтягиваете ниточку, чтобы у вас не было никаких затяжек. Вот. Делаете несколько стежков между глазками. Можете два, можете три. То есть, ну, как бы максимально. Теперь уходите в стороны. Я ухожу сначала влево в сторону, немножечко пониже. Вот так вот делаю стежок. А затем вправо. И как бы получается такой вот красивый, аккуратный клювик. И как бы закрепляю его между вязанием. Вот так вот вывожу где-то в дополнительную сторону. То есть, не влево, не вправо, а вот так вот где-то посередине. И могу еще вот так вот стежком буквально закрепить небольшим. Но, чтобы его не видно было. И обрезаю ниточку. То есть, я просто закрепила его здесь. Как вы видите, никаких стежков я сверху не сделала. А просто вот так вот закрепила. И смотрите, у нас получился вот такой замечательный клювик. Вот. Сначала посерединке делали несколько стежочков. Стежка три. И затем влево, вправо, чуть-чуть короче. И получился вот такой стежочек. Теперь смотрите. До вот этого этапа у вас делается мальчик точно так же. Только делайте, допустим, из какого-то другого цвета. И единственное, что я вам посоветую. Когда будете делать вот эти кисточки. Сделайте их немного короче. И не распушивайте вот эти ниточки. То есть, чтобы у вас были такие ниточки торчащие, классические, грубые. То есть, ну, как бы для мальчиков. А сейчас я беру свои вот эти вот дополнительные принадлежности, так скажем. Вот я предварительно сделала бантик. Я его сейчас буду пришивать вот сюда. Между нашими хвостиками, косичками. Вот сюда пришлю бантик. Но перед тем, как я буду пришивать бантик, я, наверное, сначала прикреплю свою вот эту ниточку. То есть, чтобы мне потом было удобно пришить бантик. Я, наверное, сделаю его таким образом. Сверну пополам свой шнурочек. И веду посередине с лицевой стороны деличика нашего. Вот эти краешки заберу. Как бы вот кончики вот эти вот. Смотрите, вот так захватила. И у меня получилось вот так вот с лицевой стороны, как видите, вот эти вот кончики. Теперь, что я делаю? Я завязываю такой небольшой узелочек. Вот, смотрите, я как бы во лбу завязала, вот, продела двойную ниточку вот эту вот. И как бы во лбу завязала узелочек. Теперь этот узелочек подполите, чтобы он у вас по ходу носки не, так сказать, не высунулся. И теперь хорошо-хорошо подтягиваете вот эту образовавшуюся петельку. И сквозь вот эту вот, ну, где узелочек у вас, сквозь вот этот, где узелочек протягиваете петельку. Вот, смотрите, вот так вот. Чтобы у вас узелочек оказался вот спереди. Смотрите, вот где он у вас оказался. Вот, вы продели, у вас получилась вот такая ниточка. А узелок вот здесь вот прям-прям он уже у вас практически под вязанием. Вот, видите, его даже не видно. Вот так мы сделаем и на мальчика. То есть, смотрите, у вас узелка нигде не видно. Вот, теперь я сейчас сюда пришью уже свой бантик. Вот так вот. И затем пришью сердечко. Вот, я допришивала свой бантичек. Затем я пришила петровое свое сердечко небольшими стежками. И у меня получилась замечательная вот такая чудная девочка. Мальчика мы делаем точно так же. Единственное, что я вам советую, ушки делать немножечко покороче. И не распушивать ниточку. То есть, чтобы у вас были строгие такие вот кусочки ниточки. Теперь же, вот эту мы делаем ниточку нашу. Привязываем точно так же, как я вам показывала. Желательно прячьте узелочек наш во внутрь вязания. Затягивайте его так, чтобы он был у вас внутри вязания. Видите, его нигде нет. И сердечко фетровое, вот у меня как раз осталось на мальчика кусочек фетрового сердечка, кусочек нашей веревочки, две бусинки. В общем, я сейчас буду делать мальчика. Вы присоединяйтесь, так же делайте мальчика точно так же. Я показывать на видео не буду. Надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. И придет в помощь вам на День Святого Валентина. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока.